Ради пермогемов я готов на всё. Выполнять браузерные события, заходите в игру, чтобы жители Таевата вдоволь надо мной поиздевались. Посмотрели как я прыгаю на грибочках как клоун, потому что для них я целый цирк. Гоняюсь за грибами и призраками, избываю грибы и всё это ради 80 несчастных камушков. До этого даже на одну крутку не хватит. Всё, с меня хватит. Я не буду больше издеваться над грибами и гоняться за сурюкатами. Я выше этого. Сами ведите эту войну против грибов. И я пришёл сюда крутить баннер. Holy shit! Это круто! Что там нужно для её прокачки? О боже. Ничего личного грибочки. Всё ради королевы. Фармил я их примерно неделю. И потом я резко осознал, что что-то не то. Для прокачки нахиды мне нужна пыльца. А её для стольких дней фарма у меня неприлично мало. Но неактивных ядер хоть жопой жуй. Что за фигня? Так, падает с плесневиков. Ядра падают с заражённых и обгоревших плесневиков. Так, стоп. Да, я понял, что если ты фармишь пыльцу, то плесневиков не надо жахать электричеством и обжигать на гриле. Верните мне потраченные часы фарма. Но это хотя бы не самураи из Инадзумы. С которых падает одна ржавая гарда с целой пачки. А этот ресурс нужен чуть ли не каждому персонажу из Инадзумы. И здесь я даже не знаю, кого мне больше жаль. Себя или этих самураев. Представьте, у них и так ничего нет. Но они не унывают и продолжают совершенствовать себя и владение мечом. И тут прилетаю я, избиваю их за полсекунды, отбирая гарды. Так, к тому же и жалуюсь, что они все ржавые. А так как ресурсов мне надо много, навещаю я их каждый день. Упаси боже, родится NPC в Геншине. Там даже самые милые существа не защищены от того, чтобы стать жертвой фарма. Но чем больше задумываешься, тем больше понимаешь, что единственная жертва здесь только ты. То немногое, что меня держит, это витая бездна. По сути, ведь Геншин это лёгкая игра. За тем исключением, если не хочешь пройти 12 этаж витой бездны на 9 звёзд. Или прочитать все квестовые диалоги. Но все мы знаем, что читать это для быдла. Так что остаётся только подбирать идеальный билд под каждый этаж. Ведь это единственное место, где игра меня похвалит за то, что я потратил дофига времени на то, чтобы выбить идеальные статы у артефактов. Ибо здесь каждая единица важна. Так же, как и идеальный пик. Если до 11 этажа тебя ждут хиличуру и плесневики, которым дали чуть больше хп, чем у них есть на самом деле. То на 12 этаже тебя ожидает арк варден с 6 слотами. Попробуй закон триэта. Когда уже Михоё пофиксит этого героя? Маг у теньки с шестью тарасками это конечно кошмар. Но целая толпа чёрных рыцарей и глиста переросток со 150 анимациями. Но это кошмар. Такие противники требуют действительно хорошей подготовки. Для начала стоит определиться с пиком. И кто на какую линию пойдёт. Главное выбрать Майн ДД. И чтобы его навыки совпадали с другими членами отряда. На первый взгляд антимаг хороший выбор. Но пока он выформит 6 слотов пройдёт целая вечность. Так, к тому же это анти-маг. А физушников в геншине крайне мало. Так что он не в ладах почти совсем таеватом. Хорошо подойдёт Райден с националкой а-ля Беннет, Райден, Синсу и Сянь Линь. Комбинация довольно таки сильная. Но второй отрат всё руинит. Потому что там нет Райден с Беннетом, Синсу и Сянь Линь. Иронично. Почему когда мне выпадает второй одинаковый персонаж, я не могу так же как и с оружием, просто взять и не вкачивать созвездие. Бегать с двумя Райден, что кстати канонично, это классно. Или и бегать с четырьмя Беннетами. И уж если я захочу вкачивать консты, я их вкачаю. А так разработчики меня ставят перед фактом, что я идиот. В принципе напрягают ещё, что последние 3 звезды 12 этажа самые потные. И ради них ты тратишь кучу времени выбивая идеальные артефакты и консты на нужных героев. И всё это ради 50 странных пермодемов. И я напомню, это даже не по укрутке, это поливок тебе в лицо. Единственное, что тебя радует, это победа и маленькое очередное достижение в копилку. Но даже так, ради дофаминов и удовольствия, я готов играть и дальше. В доту. Хотя нет, моя жопа мне дороже. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до следующего видоса. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...